здравствуйте уважаемые телезрители на черном море наступил сезон непогоды вот вы сейчас видите грозу мы находимся на бывшей турбазе приморская которая сейчас напоминает честно говоря некоторые останки чернобыля то есть если вы играли в игру stalker там примерно такие же картинки как и здесь здесь можно походить с фотоаппаратом если интересно поснимать здесь очень хорошо проявляются возможности того объектива которые нам дали на тест в компании canon это к н 16 35 полнокадровый объектив еф-16 35 f4 и с то есть это значит что у него постоянная светосила f4 это еф полнокадровый объектив то есть мы его тестируем с canon 6d и с это стабилизатор оптический стабилизатор изображения которое обеспечивает ровность картинки которые у вас присутствует на экране большое спасибо компании canon за то что предоставила нам на тест этот объектив и вам спасибо за то что нас смотрите помните что подписаться на нас можно по ссылке которая расположена как раз позади меня на этих самых тучах объектив canon 16 35 f4 был анонсирован буквально этой весной перед фотофорумом и многие могли бы его увидеть если бы компания участвовала выставки но она не вышла зато предоставил нам на тест этот объектив вот буквально летом мы были одними из первых и лично мне очень понравился в обращении этот объектив я считаю что для того чтобы показать все возможности объектива просто необходимо его показывать картинками которые он выдает поэтому не обижайтесь но картинок в этом тесте будет очень много это стекло крупное и тяжелое она вот так ощутимо лежит в руке 600 граммов 600 граммов без корпуса камеры и плюс еще корпус камеры примерно такого же веса получается что вы таскаете с собой довольно таки высомый груз и учитывая то что это широкоугольный объектив который в буквальном плане расширяет ваш кругозор то есть вы видите видоискатель действительно более широкую картинку она у вас совсем по-другому представляет пространство учитывая эти параметры что это всего лишь широкоугольный объектив скорее всего его обладателями будут либо фотографы репортажники то есть профессионалы либо архитекторы то есть опять же фотографы профессионалы почему ну прежде всего это цена объектива которая средняя сейчас на рынке 50 тысяч рублей не страшно да ну как вариант его обладателями будут также дядьки с толстыми кошельками которым посоветовали купить пятак и какой-нибудь широкоугольный объектив покруче пожалуйста это очень хорошо хороший вариант крутого объектива почти идеально прямая картинка обеспечивается сложной конструкцией из 16 оптических элементов однако примечательно не это объектив дает превосходную резкость и контрастность уже на самой открытой диафрагме после f11 конечно же идет незначительное ухудшение резкости за счет дифракционных искажений ну естественно по параметру светосилы этот вариант canon проигрывает аналогичному объективу компании canon 16 35 2 и 8 как 1 так и 2 версии однако для современной камеры 1 стоп разницы в принципе не так страшно когда вы можете просто крутануть чувствительность и получить примерно то же самое либо поставить фотоаппарат на штатив и опять же параметр чувствительности важен именно для репортажников они для архитекторов которые все равно все снимают действительно со штатива у объектива удобные широкие кольца фокусировки и зума которые расположены по простой профессиональной логике кольцо зума ближе к фотоаппарату кольцо фокусировки ближе к передней линзе объектива переключатели естественно находятся под большим пальцем это переключатели ручной фокусировки автоматической и естественно выключатель стабилизатор встроенный оптический стабилизатор скорее ориентирован на съемку с рук и позволяет с такими фокусными расстояниями опускаться до выдержек в одну-две секунды без видимой потери резкости если конечно руки не трясутся для архитекторов это преимуществом естественно не будет однако тот же стабилизатор замечательно показывает себя и при съемке видео я специально снимал в очень сложных условиях на жаре на озере сука и в трясущемся джипе по ужасной дороге на псевденские водопады в джипе часть вибрации гасили естественно мои руки но общую гладкость картинки обеспечивал именно превосходный стабилизатор в целом объектив замечательный когда смотришь на сырую картинку из него так и хочется сказать уж потому что изображение действительно хорошие по контрастности резкости и цветопередаче однако качество картины естественно лучше оценивать в полной версии которые находятся только на нашем сайте пейзаж фигня объектив хороший в общем то это все что я хотел сказать об этом объективе объектив хороший объектив быстрый но даже дело не в моторе автофокуса сверхзвуковом который здесь установлен он тихий он удобный даже дело не в том какую картинку он выдает мне нравится контраст цветопередача даже пластика этой линзы они в принципе очень хороши единственное ограничение то что довольно таки закрытая диафрагма не даст вам сильно размывать фон но это и не случится на таких маленьких фокусных расстояниях зато объектив удобный и приятным общение до объектив крупный но хороший объектив действительно должен быть крупным особенно когда речь идет о полна кадровых камерах тут уже ничего не поделаешь а я еще раз хочу сказать спасибо компании canon за замечательный объектив предоставленный нам на тест canon 1635 f4 и с мне было очень приятно эти две недели на черном море поснимать на это стекло я надеюсь что вы посмотрите не только те фотографии которые я прилепил в это самое видео но и те фотографии которые размещены у нас на сайте потому что ну как можно по full hd оценить качество 24 мегапиксельной матрицы но это глупость какая-то заходите к нам на сайт смотрите полнокадровые версии всех этих фотоснимков очень надеюсь что это вам все понравится естественно вам огромное спасибо что ставите нам лайки а это был сергей самсонов и фото веб-экспо .ру специально с побережья черного моря пока а а а а и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok